доброе утро ребята на сегодня воскресенье я не знаю это было в этом или в каком из блога в общем мы вчера до часу ночи готовили голубцы но сегодня можно с утра и вкусно победали сегодня первый день когда мы поспали долго поспали я поспала до 12 саша все равно не спал долго встал 10 утра ему необходимо было опубликовать два видео ну короче да да не это не спала до 12 но мы легли поздно мы легли где-то в 2 часа ночи но такие конечно приятные ощущения поспать вообще это очень круто мы сейчас едем в милан я вообще хотела сказать вот не знаю знали вы или нет в милане первое воскресенье месяца любого месяца вы можете попасть в музей бесплатно есть определенный список музеев я наверное сделаю список этот пост в инстаграме мы подписывайтесь кстати на инстаграм я всегда добавляю вау милана италия кто еще не там друзья приглашаю вас так вот там и сегодня едем в музей армане силос надеюсь можем попасть мы правда немножко опаздываем и сегодня у нас ход будет бесплатно потому что сегодня первое воскресенье марта и потому музей брейера музей армане силосе многие другие музеи вот это такая вот приятная акция так что едем туда а потом будем дальше гулять уже даже так после музея посмотрим солнечные эти выходные очень круто дальнейка солнышко уже не было но уже пора уже все-таки март месяц мы уже ребята музей армане силос сели здесь значит на кофе по капучино по кусочку тортика взяли а это что это сахар кина это значит кусок это шоколадки маленькие и это сахар добавляется в кофе и белый да и деканна ну в общем классная здесь конечно атмосфера ничего не скажешь у них здесь в этом музее армане силос есть во-первых терраса можно снаружи посидеть можно здесь людей не буду снимать можно здесь внутри посидеть ну короче а я рассказала уже сегодня до что первое воскресенье месяца бесплатно можно попасть во многим музею милане ребят мы сейчас на первом этаже музея армане силос и здесь проходит выставка фотографа ги бурдена здесь мы с вами посмотрим 100 фотографий которые лично выбрал сам джорджио армане ги бурден это известный фотограф фэшен скажем так индустрии он сотрудничал долгие годы журналом бог у него достаточно провокационные снимки можно сразу ребят подметить что у этого фотографа очень яркие такие красочные работы достаточно провокационные и любовь к сюрреализму ну в общем нам здесь нравится эта выставка очень крутая советую Стоимость билета на вход В этот музей, ребят, 12 евро Посетить его можно Со среду по воскресенье Как я сказала, первое воскресенье месяца Бесплатно, но необходимо заранее Забронировать по телефону билеты ваши И время посещения, чтобы попасть Вот как-то так Так что советую Здесь очень-очень классный музей И здесь несколько этажей Мы сейчас на первом этаже, здесь есть второй, третий, по-моему, даже четвертые этажи На первом этаже, как правило Проходят временные экспозиции А на остальных этажах постоянные Музыка Музыка Идем сейчас уже на постоянную экспозицию На второй, третий этаж А это девяносто четвертый год Весна-лето Коллекция Джорджа Армани И очень классно, что она здесь сохранена То есть на постоянной экспозиции Он сделал вот такие вот Свои коллекции Девяносто четвертый год Можно посмотреть, что было модно Какие были тренды Все было скромно Да? Девяносто четвертый год Это понятно, да А, да? Окей, сейчас посмотрим А, точно-точно, да Это 2008-й Я думала, это весь зал посвящен Ну да, вот это вот 2008-й год Это тоже 2008-й год Девяносто четвертый год Кстати, друзья Полную версию Смотрите обзоры этих нарядов На моем другом канале Шопинг Терапи Подписывайтесь Я оставлю ссылку Если вы вдруг еще не подписаны Терапия с шопингом В переводе на русский язык Он называется Зайдите, посмотрите Там я делаю обзоры Новых коллекций И не только Разных брендов Какие-то новинки Мебельных магазинов Из Икеи Из Архом В общем Всего по чуть-чуть Заглядывайте Оставлю здесь ссылку Под этим влогом В закрепленном сообщении Еще, ребят Я хотела сказать Насколько потрясающий Это музей Какой меня восторг От него Здесь настолько все продумано Смотрите потолок Подсветка Для каждого манекена Все остальные углы Они затемнены То есть даже трубы Какие-то Все это Трубы Какие-то непонятные Электричества Еще что-то Все это идет в цвет То есть полностью Черные потолки Такая музыка Приятная Знаете Здесь Ну Это просто восторг У меня непередаваемые Эмоции И Насколько Я восхищаюсь Такими людьми Которые Помогли добиться Таких успехов Как Джорджо Армани Да И вообще То есть это необходимо Быть Определенного Склада Человекам Чтобы достичь Таких высот Здесь мы сейчас С вами попадаем В отдел Выставки Украшений Сумочек Таких коктейльных Небольших Разных Годов Давайте Немножко Ребят Пройдемся Посмотрим Мне кажется Это Может быть Интересно Порассматривать Все эти Украшения Потрясающие Здесь Какие-то Разные Шпильки Для волос Бусы Бусы Я не знаю Сережки Обручи Некоторые духи Есть даже Часы В общем Восторг А вот это Посмотрите Какое Колье Просто просится Чтобы остановиться И снять его Отдельно И серьги К нему Оранжевая Очень ярко Красиво Вот тоже Красивая Поджемчуг Да Вот это Золотой Восторг 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 мы вышли, друзья, идем уже к автомобилю, в общем, все очень понравилось, стоимость, в кафе мы посидели 12 евро, так, как бы, абсолютно нормальная цена, мы думали, честно сказать, будет дороже, потому что это Армани, Армани кафе, это музей, вообще, мы поражены, очень круто, думали, это где-то 20, но это стоило всего 12 евро, потому рекомендую обязательно вам этот музей, или до посещения выставки, или после, зайдите обязательно в кафе, вообще, круто, круто, все бесплатно, все супер, ну, даже если платно, 12 евро, это подъемная цена, в принципе, каждый может заплатить, вот, тот, кто работает, конечно, ну, кто не работает, может ходить бесплатно всегда, кто выставляет такую возможность, дальше мы сейчас, я не знаю, уже, конечно, полпятого, разновато, посмотрим, чем мы займемся, пойдем, в центр, наверное, поедем, прогуляемся, после музея, мы немножко поснимали, для других каналов, поработали, и уселись, в общем, на аперитив, и я хочу, ребят, вам порекомендовать это место, мы на Брере, называется место, вот так, смотрите, тратария энд пицца, не знаю, сейчас увеличу, будет что-то видно, или нет, уже темно, ну, в общем, это, здесь местечко на Брере, вот его название, очень-очень здесь все классно, шикарный аперитив, мы заказали пататины, я думала, принесу чипсы, потому что я неправильно сказала, в общем, они на прислежали картошечку, у меня спрится пероль, у Саши просека, да, и вот это вот все закуски, и я вам потом скажу цену, сколько на все это обошлось, я могу предположить, что это выйдет, ну, по 10 евро на каждого, да, посмотрим, потом скажем, да, по 12, скорее всего, да, по 12, но для 12 евро, такое количество еды, это очень-очень хорошо, ну, в принципе, районных Бреры, просто для аперитива, это идеально, да, если вы в Милане будете, да, где можно, да, аперитива, нужно выпить, чуть ли не от 4 евро на человека. Да, вообще бюджетно. Ребят, у нас следующий этап, деревья, кстати, мы наши вынесли снова на балкон, мы, в общем, с ними носимся туда-обратно, в общем, уже снова потеплело, так что мы их отправили отдыхать на террасу, сейчас мы хотим удобрить и полить наши комнатные растения, как я вам уже показывала или нет, купили вот такое вот нутриенты, такое удобрение, а как оно разводится? По инструкции, одна вот такая вот крышечка на полтора литра. Ну, все нормально. Ну, да, полей так, чтобы обобряем уже все-таки, и этот тоже давай польем, сейчас будем брызгать их тоже. Юные садовники мы с тобой. А? Натуралисты? А? Натуралисты? Ну, да, 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 да. Мы их вынесли на террасу, потому что если здесь, сейчас будем поливать, все, будут все полы мокрые. Мы хотим робота-пылесосы включить, чтобы нам сейчас попылесосил. Деревья, эти растения просто в шоке, вот это уход начался, удобрили нас, нас опрыскивают. Ну, давай следующий. Листики, знаешь, чтобы кончики не сохли, мне писали тоже в комментариях. Видите, наверное, тоже необходимо немножко сейчас опрыскать. Эти два товарища уже, ребят, готовы. За ними уход начался сейчас неимоверный просто, как никогда. Растения, наверное, просто в шоке. Ребят, хотела, знаете, что сделать? Поменять полотенца. У нас давненько уже просятся. Во-первых, наши вот эти вот два банных и полотенца для лица. Предлагаю это сделать сейчас. И необходимо, я, кстати, сейчас протерла вот здесь, знаете, когда стираешь вот эту часть, она как-то в каких-то катушках непонятных. В общем, я сейчас все это протерла. Здесь тоже внутри, там где для моющего, это все тоже помыла. Вот эти ободки тоже протерла. Вообще, вот это было, в общем, грязное. Так что я сейчас полетом привела. Вот это вот мое полотенце. Необходимо банное тоже заменить. Мы потом с вами повесим новое полотенце. Причем все три. А еще необходимо, знаете, какое еще кухонное тоже необходимо его бросить. В общем, сделаем такую чистую стирку полотенец. Я надеюсь, что полотенца Зары не линяют, потому что белое с этим. Но, по идее, не должно, правильно? Будет бы как бы не было замечено линька, полотенец из Зары. Так, и вот это вот кухонное. Мы его сейчас тоже постираем. Попробуем картон сделать на сколько. Значит, давайте на 60 и отжим на 1000. Посмотрим. Он, кстати, здесь время высчитывают сам. Я не знаю, взвешивают. Кстати, очень удобно, что в кровати в этой нашей кео здесь есть четыре ящика. Можно складывать, в принципе, какие-то вещи. Это удобно. Так, заменим полотенца. Это тоже такой темный вариант Саши. Видите, они вообще еще новые. С бирками Зары. Это мое белое. В общем, все, полотенца поменены. Но прикол в том, что этот комплект, он точно такой же. И мы, в общем, да, я это сейчас поняла, когда я вешала. Эти для лица они одинаковые. Мои два белых банных и Сашина два серых. В общем, да, они идентичные, так что. Так что, как-то так. Можно подумать, что мы их вообще никогда не меняем, но у нас получается по этого два комплекта. Кстати, вот сегодня купили две таких мочалки в супермаркете, кто живет на севере Италии, в супермаркете Салунго. Мы еще их не использовали. Они такие достаточно колючие, знаете, не такие мягкие мочалки, в общем, для душа. Одна моя и она для Саши. В общем, гармонируем, кстати, с набором, с этим. И с Зары Хоум. Ну, в общем, да, такие перчаточки, стоили недорого, будем использовать. Посмотрим, понравится ли. У нас пятница вечер. В общем, мы выбросили стекло, вернулись домой и у нас по плану уборка. В пятницу, как правило, да. И потому, кстати, у нас еще гости приходят на новоселье. Поэтому, да, необходимо прибраться. Сейчас будет все это немножечко помыть полы, пропылесосить, помыть сантехнику. Я буду, ребят, сейчас заниматься, в ванной, мыть все здесь. Саша пока моет на кухне печку, там, в общем, все поверхности. Ну что, здесь уже все чисто. В общем, помыли сантехнику, тоже ванную. Немножко прибрались с слегонца, скажем так, да. Здесь тоже все чисто. Здесь у нас убрался Саша. Я в ванной, он в кухне. В общем, приятный аромат, запах. В общем, такая вот, ребят, обстановочка. Да, чистая печка. Как приятно на это смотреть. Пустая раковина. Короче, да, красота. Доброе утро. Наверное, еще раз. В общем, у нас сегодня прекрасная солнечная суббота. 20 градусов тепла. Один из самых теплых дней. Сегодня, кстати, какой у нас день? 11 марта. Да, 11 марта. В общем, ясно, тепло. Есть, конечно, небольшой ветер, но не без этого. Все-таки март. Собираемся ехать в Милан. Это, ребята, мои духи. Они мне очень нравятся. Джо Малон. Называется Нектарин Блоссом Энд Хани. Здесь мед. В общем, цветы. Такой теплый аромат. Все-таки пользование духами значительно, мне кажется, поднимает настроение для девушки. Возможно, это даже много. Пусть будет так. Классный аромат. Ладно, все, пошлите гулять. Ребята, перемещаемся в Милан. Посмотрите, какая красота. Я уже не раз показывала эту площадь. Милане, пьяца Никола Томазео. Или Томазео. Это сады Рената Тобалди. В общем, потрясающее время. А как раз середина марта. И сейчас Магнолия в самом цвету. Просто красота. Если вы собираетесь еще где-то неделю. Сегодня какое у нас число. Сегодня у нас 11 марта. Еще неделю она будет точно цвести. Субтитры создавал DimaTorzok В общем, ребят, здесь такая вот красота. Неимоверная. Запаха, кстати, сильного нет. Потому что это не вишня. Магнолия именно, знаете, вот именно в своем цветении. Хороша. Так что, мы полюбовались. Здесь сделали фотографии. Все будет в моем инстаграме. Подписывайтесь, пожалуйста. Присоединяйтесь. В общем, да. Красота. Любимая пора весна. Зайдем, друзья, сейчас выпить кофе в Starbucks. Здесь такое Starbucks Reserve. Потрясающее здание. Потрясающей красоты. И здесь, как обычно, очередь всегда. Но мы ее сейчас отстоим минут, скажем так, пять. Только странно. Я не знаю, минут пять и мы зайдем сейчас. Короче, ребят, сижу здесь, жду Сашу. Здесь, конечно, очень красивая атмосфера. В этом Starbucks. Мы здесь очень давно не были. В общем, решили заглянуть. Потому что мы проходили с парка Семпиона. Как раз вниз. Идем сейчас на дома. На дома там тоже распустилась потрясающе красивая магнолия. Мы с вами ее тоже посмотрим. Подойдем. Но вначале выпьем по кружечке капучино с тортиком. Друзья, зайдем на секундочку в Zara посмотреть плед и подушку кое-какую. Ух ты, какие красивые кувшины. Помнишь, она здесь была, где стояло кресло? Ждем нашу подушку с накидкой и наш плед. И я здесь потихонечку смотрю еще другие ароматы. Когда закончится наш, который мы брали недавно, здесь вот есть табак и мед. Очень приятный запах, я вам скажу. А вот эти вот свечки, они пахнут базиликом. Очень-очень приятный запах. Здесь вот есть разные варианты ароматов. Мне вот нравится вот это прям базилик. Вообще супер. Есть такая вот большая свечка. Еще появились новые тоже ароматы. Магнолия, камелия, значит, и мимоза. Мне вот понравилась мимоза. Прям пахнет мимозой. Очень круто. Орхидея достаточно сладкий. Кто любит сладкие ароматы, мне вот понравилась мимоза. Возможно, в следующий раз возьмем мимозу. Ну, короче, да, новинки всякие разные появляются. Это классно. У нас будет что-то похожее. Плед на кресле и подушка. Но не таких цветов. У нас будут такие бежево-кремовые цвета. Ну, что там? Сходил, посмотрел? Ну, что нового. Ну, что нового? Ладно, ждем. Ждем девушку. Это наш комплект. Это такой плед у нас. Это шерсть. Сейчас вам покажу артикул. И мы возьмем не две подушки, мы возьмем одну, потому что нам на кресло нужна одна. Это такая же наволочка получается, да? Тоже вот артикуль, если вам интересно. Вот сейчас еще подушку саму возьмем. Нам не хватает подушки, потому что это наволочка и пледа. Нужна еще и подушка. Вот. У нас будет такой комплект. Это наволочка. Нам не нужна вторая. Мы снова в Икее. Завтра к нам приходят друзья. Да, какие-то тарелочки. По одному евро все. Представляешь, цена какая? Тут и дела. Одно евро. Вот это, я понимаю, бюджетно, да? Очень, очень бюджетно. К нам приходят друзья, и мы приехали купить тапки. Потому что у нас нет тапок, да? Для гостей. А полы холодные, у нас плитка. Так что мы приехали за тапками. Нам необходимо раз, два, три, четыре комплекта, да, тапочек. Кстати, мы сейчас сделали впервые в жизни возврат в Икее. Это называется Unreazon на итальянском. Ну, те, кто, наверное, делали уже возврат в Икее каких-то товаров, мебели, они знают, как это работает. И их не удивишь этим. Но мы никогда это не делали. И вот мы сделали возврат двух ящиков для нашего шкафа в спальню. Потому что мы взяли те ящики, но не той глубины. Мы взяли меньше глубины. Сейчас нам нужно будет найти ящики такой глубины, которая нам нужна. Ну, короче, да. Вообще все прошло быстро, идеально. Просто они спросили, почему вы делать возврат? Мы сказали, не та глубина. Они, окей, мы вам даем ваучер на этот ваучер. 90 евро. Вы сейчас же можете зайти и его использовать, купить. Они, как бы, да, они тебе не дают живые деньги. Они дают тебе ваучер, да, на использование. Вообще, конечно, Икеа это класс. Реально. Ты за небольшие деньги можешь купить достаточно хорошего качества вещи. Прям вообще супер. А, вот всякие тапочки, да? Предлагаю, ребята, мы уже дома оформить это кресло наше. Наконец-таки. Мы давно хотели это сделать, но никак не доходили руки. Вот такой у нас получился результат. В общем, знаете, украсили кресло. Сделали это кресло еще более уютным. В принципе, оно гармонирует неплохо с вазой. Вазу я хочу купить. Наверное, нужно будет сходить в какой-то цветочный магазин. Специальные такие ветки. Живые. Они будут потом с цветами. Или вишни, или магнолия. В общем, они потом будут распускаться. Поставить их в воду. И здесь такие, знаете, длинные красивые ветки. В этой вазе будут смотреться красиво. Здесь рядом освежитель, в общем, для воздуха. Стоит ароматизатор. И здесь вот такая вот ситуация. Завтра еще при дневном свете посмотрим. Ну, мне кажется, в принципе, гармонирует. Кстати, одна из моих подписчиц мне писала. Это было два влога назад. Когда мы заходили в Зару, она мне написала. Юля, обратите внимание на плед с подушкой. Так вот, да, я его, кстати, тоже тогда заприметила. И мне вот именно этот вариант, комплект, очень понравился. Там было кресло, правда, не белое. Более такого темного цвета. Но мне, в принципе, показалось это стильным и красивым. И как-то так уютно придает. Доброе утро, друзья. Мы сейчас едем в супермаркет. Чет, повернешься вообще? Мы сейчас едем в супермаркет делать закупку на аперитив. Вот на аперитив. У нас есть список на телефоне. То, чего нам нужно взять. И сегодня все наши друзья придут. Их, конечно, немного все. Но они сегодня придут 2 часа дня. Так что нам надо поспешить. Мы возле стенда сейчас зависли с приправами. Что это? По скидке тоже, да? Это вот этот, по-моему. Нет, это не кунжут. Да, я знаю. Это другое. Вот кунжут. Это кунжут. Здесь очень скидки 50-40%. Мы берем 2 кунжута. Их можно добавлять в салатовый. Берем оливки. Возьмем такие гиганти, большие. Они с косточками, правильно? Возьмем парочку. Берем еще морковь и фенхель. Тоже это нарежем. Возможно, сейчас с каким-то соусом. В итальянских иногда кафе на аперитивы подают такое. Наша корзина наполняется. Ребят, взяли такие чипсы с лимоном. Очень вкусные. Я их люблю. Для аперитива взяли еще соленые орешки. Взяли такие вот помидорчики. Они помидорчики, перчики, простите. Начиненные тонны. Они такие немножко острые. Это очень классная фирма. Мне нравится. Ну, понятное дело, упаковка салфеток. Это ясно. Далее мы взяли два соуса. Этот соус мы, думаем, использовать для такосов. Патей и помодори секи. Это патей из сухих помидорчиков. И здесь еще тунец. И второй соус мы, я думаю, будем использовать для морковки и для фенокхио, короче, для фенхеля. Вот, как-то так. Пошлите. Теперь необходимо взять еще пиццу, фокаччо. И здесь уже мы взяли еще сыр, необходимый, и нарезки еще прошутокруда и колбаса мортаделла. Вот тоже сейчас возьмем. Ну что, мы здесь взяли 500 грамм мортаделлы, правильно, и 500 грамм прошутокруда. Короче, килограмм получилось, нарезок. Килограмм нарезок и еще, ладно, поехали, я еще взяла сыр, кубиками я не нашла, пармезанной, я взяла сыр с плесенью, это будет даже под вино вкуснее. В общем, берем, да, вот такой вот сыр, это горгонзола пиканто, такой остренький, в общем, будет вкусно с вином. И берем 4 упаковки такой фокаччи, одна с луком, одна с оливками, одна с грибами и сыром, и одна с помидорками. Ну, по идее, должно хватить, правильно? Наша закупка, уже час пятнадцать, мы уже опаздываем, мы всех пригласили к двум, дома, я надеюсь, будем сейчас в час тридцать, короче, нам за полчаса необходимо все это разложить, сейчас будет по тарелкам. Мы дома, в общем, 4 пары тапочек для наших гостей, сразу сюда, на вход, вот, каждому по паре новых тапочек, и, да, вон, мы разложили уже продукты, сейчас мы попытаемся как-то рассортировать по тарелкам. Человечек наш закончил работу, ползет на свою станцию, возвращается, да? Давай, иди, дорогой, я тебе не мешаю, проходи. Привет, чао! Привет! Привет, привет! Подарки, что ли? Да! Здравствуйте! Вам уже понравились те бокальчики из Костелло? Ээээ, из Костелло? Да, когда мы походим в магазине, но ты говоришь, что это бокальчик. Я думаю, вы понравились. Да, 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 да. Это мы на Типокров. Как вы доехали? Да, 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 да. Тапочки. 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 О, вот, конечно. Шик. Шик. У нас все подготовлено. Тапочки, снила, шик, ну, и на полотенце, полотенце. А лучше. Я надеюсь, что, в принципе, у всех одинаковый размер, но у всех мало ли по чуть-чуть, да. Нормально. Пяточки немножко срисают. Ты что ставишь? Да. Курточку. Да. Это вам уже отдельно. Спасибо. Это, конечно, сида. Солодильник. Да, да. Так. Наш стол, который мы нарезали. Все пришли, собрались, значит, потихонечку. Это мы сегодня с утра все съездили, купили. Мартаделла, прошутто круто. Это что у нас? Это фокаччи разные, перчики, орешки, оливки, конфеты. У Максима конфета сразу рядышком. Ну, в общем, так. Здесь ребята все знакомы. Это Мила. Всем привет. Это Максим. Давай расскажем как нас обманули. Давайте. Нас Юля обманула вообще. Правильно? Мы ее спрашиваем. Юля, что взять с собой? Что приготовить? Да, это интересная история. Эдам нам говорит, что такую красивую селедку под шубой вы публиковали. Сделаете? Вообще не вопрос. Сейчас все сделаем. Она деликатно говорит, ну, ха-ха-ха, там еще. Вот, видишь, люди восприняли это ровно так, как я тебе объяснял. Мы же понимаем, что, наверное, ей неудобно попросить селедку под шубой. Я говорю, да, нам вообще не сложно, да, мы с таким удовольствием. И приходим мы с селедкой под шубой в руках. И она нам говорит, ну, что, реально, что ли? Это же шутка была. Ну, это, да, это называется, это пошутила и серия… Пошутила, будешь ей селедку, знаешь? Да, да, да. А? Селедочку? Да, да, да. Селед? Подожди, сейчас я увеличу стой. Тихонечко. Да, 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 да. На тарелки сейчас разложим. Так, у нас здесь Тоня. Привет. И Наташа. Наташа, вы уже знакомы, мы были на выставке картины. И подарок, в общем, у нас шикарная картина, и бокалы тоже от ребят. Потом покажем. Вот, сейчас будем здесь немножечко. И селедка. И селедка, конечно, обязательно, да. В общем, сейчас здесь будем есть. Шесть тарелок и шуба. Ну, нормально, как раз, знаешь, антипаста такое. Каждому по… Это тебе, да? Да. Я так понимаю. Ребята, передаем. Так. Мы тоже очень боимся за него сначала. Да. 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 Ребята, значит, картина, кто замечал ее на выставке у Наташи. Эта картина к нам вернулась. Многие писали, что эта картина нам бы подошла. Ну, в общем, так сложилось, что Наташа нам подарила эту картину. Спасибо большое. Шикарная картина, Наташа. Это получается, как рамка, это дерево. Правильно? Это полотно. Короче, это полотно. Здесь мы сделаем два гвоздика. Мы ее повесим. Где мы ее повесим, Саша? В спальне. Да, в спальне. Или в кабинете, да? Или коридор еще. Да. Еще решим точно. Ну, короче, да. Максим сейчас сказал, что это похоже на морозное окно. У меня ассоциация, что это такие какие-то или колоски, или перья. Ну, короче, да. У каждого своя ассоциация. Это абстракция. Вот это вот похоже на перышки или на колоски. Да? Вот такие вот элементы. Это как колоски или какие-то перышки. Ну, да, да, да. Ну, каждый найдет свое. В общем, картина очень красивая. Спасибо большое. Большое. Вот. Очень красивая. Да, офигенная. Да. Вот такая вот красота. Пакет? Это визитка, да, твоя? Да. Визитка. Она должна была быть более подсветкой. Фокус. Фокус, фокус. Это же у тебя фотка в инстаграме, да? Твоя прекрас. Это Наташа на инстаграм. Ну, мы и так подпишем еще раз. Да. Подписывайтесь. Да, подписывайтесь, ребята. Ребята, подписывайтесь. О, видишь как? Да. Инстаграм, телефон и фейсбук. Вот здесь лайки ставят. Там ставят лайки в инстаграме. Ну, да, да, да. Ну, и три картины, да, продаваешь? Да. Три картины. Три картины. Какие у нас разнообразные друзья. Видишь? Художники. Фитнес-трендер. Фитнес-трендер. Нет, уже никак в прошлом фитнес, а сейчас как IT. Рекрутер. Рекрутер. Человек, который отправляет людей учиться в Австрию. Газолинго. Газолинго. Это преподаватель итальянского в будущем, возможно. Потому что уже столько механик. Ваши механик. Ваши механик. Ваши механик. В Италии. Да, да, да. Так что, да. Кстати, бокальчики, Саша, давай. Это нам вот ребята подарили. Ты свой бери. Да, я показать хотела. Бокальчики бомба. Это нам Мила с Максимом подарили. Такие шикарные, да. Да, формы красивые. Это мы ездили. К нам подарок тоже. Ну, далеко. Замок. Замок средневековья. И там Блужин. Вот мы очень вкусно поели. Ресторан супер рекомендуется. Слушай, рестораны, два, нашли это станет деткой. Да. Ну, вы там и ночевали, да? Там бассейн, спа. Да, да, да. И вот там, мы заказали бутылку, да. Как раз вот Манада. Манада. Как именно вот это бутылка. Вот нам ее принесли, принесли бокалы. Мы обратили внимание. Мы обратили внимание, что ты написал в комментариях. Естественно. Конечно. То, что только там есть. Ты говоришь, классные бокальчики. Да. Да. Под подарок мы уже знаем, что под подарок. Бокальчики. Так, классные бокальчики. Окей. А потом, о, какая у вас хорошая шуба, да? Понятно, шуба. Короче, все, тут лишнее слово лучше не говорить. Сразу будет вас принять. Вот. И вношите бокалы. Там хорошо. У-у-у-у-у. Бoodри. У-у-у-у. Субтитры подогнал «Симон»